День на Думске 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 системе, да, и они достаточно сложно адаптивны. В силу личностных, ну, я не говорю о всех, но так в общем, да, в силу личностных нежелания, либо, ну, там, нет каких-то мотиваций в эту сторону. У вас был опыт консультативный с такими детками особенными? У меня был опыт консультативный с родителями. Ну, там, в основном ко мне, ну, там, в терапию приходят родители таких деток, потому что это очень... Да, потому что имена, на самом деле, да, будут принимать окончательное решение, что таких детей отдавать. Конечно, это же не обязаловка, да, это некоторая возможность. Здорово, что эта возможность появляется. Это много говорит, ну, там, о нашем обществе. Безусловно, было бы, ну, как-то органичнее, если бы эта потребность, как будто вот из самого общества родилась, да, а не была навязана в виде какого-то документа. Может быть, родилась, просто ее же нужно как-то было оформить. Ничего про это не понятно, в том-то и дело. Если это что-то, ну, такое актуальное, да, мы про это слышим, мы про это говорим. К сожалению. Очень еще много предстоит понять, на самом-то деле, в этом вопросе. Но самый главный вопрос, который касается непосредственно детишек, не произойдет, на ваш взгляд, вот этого разделения на группы в одном и том же классе, когда дети здоровые будут общаться отдельно, а дети с особыми потребностями будут сбиваться в свои маленькие стаи и будут существовать в своей отдельной жизни. Я думаю, что это может быть в частных случаях, да, мы говорили с вами много в эфирах о буллинге, например, школьном, и разделение на группы так или иначе происходит, даже среди детей, таких равных физических возможностей. Это, опять же, целая система поддержки, ну, интеграции и такого, что ли, объединения класса, коллектива. Я, ну, вот так думаю, что если родители, ну, все-таки это, правда, люди, которые принимают окончательное решение, хотят они, ну, ребенка своего дать в обычную общеобразовательную школу, да, там, учиться в таком, условно говоря, обычном классе, да, без специальных каких-то, ну, там, ну, понятное дело. Согласитесь, что смелость нужна, да, таких родителей? Конечно, помимо того, что смелость, это гораздо больше сил. Это, ну, какие-то новые сложности, это, правда, новый опыт у ребенка, ну, и, соответственно, этот опыт переживания этого разного конфликтного, да, опыта, не только конфликт, когда есть, ну, некоторое противостояние одной группы детей против другой группы детей, ну, и внутренние конфликты детей. Да, это ложится все на плечи родителей. Родители, ну, как-то больше включены должны быть в этот процесс, потому что это большая, ну, такая, в общем, задача. Я еще вот думаю, здорово было бы, если бы в среде образовательного учреждения, там, психологическая поддержка психологов или, ну, волонтеров каких-то, да, также была поставлена, ну, на какую-то ясную такую, в общем, вспомогательную. Ну, а насколько я понимаю, я могу, конечно, ошибаться, но должен быть прикреплен стационарный психолог к каждой школе, которая будет понимать у себя. Насколько я понимаю, что так и есть, такая единица в штате обязательно есть, но тут есть важный момент. Единого, ну, такого понимания, кто такой школьный психолог в нашем, ну, таком образовательном учреждении украинском, к сожалению, пока нет. Есть некоторые задачи, есть некоторые требования, установленные там министерством, да, но психологи в школах, особенно общеобразовательных, по сути, занимаются очень разными вещами. Я, например, училась в школе, где психолог занимался организаторской деятельностью, организовал концерты к 8 марта. Ну да, он совмещает там массу трудностей. Массовик затейник. Да, и в этом смысле, ну, на плечи, конечно, ну, такого психолога ложится часто непосильная для него задача, у него может не быть подготовки, не быть включенности, желания или, ну, такого, скажем, не знаю, образовательного какого-то элемента, он не знает, что делать. И в этом смысле это большая поддержка тренинговая, да, такая тоже немножко по-другому устроенная, не просто повышение квалификации, а про то, как строить командную работу, как поддерживать командность, как включать, ну, там, участника класса, коллектива, ну, который сильно отличается, да, чем-то по мнению детей или по мнению взрослых. А как вам кажется, вот, по вашим наблюдениям, настолько сегодня жестоко общество и дети, ну, а дети, они вот особой такой жестокостью нередко отличаются, что вот ребенок, особенный ребенок, он может, ну, стать, вот, грубо говоря, изгоем, да, предметом каких-то насмешек или просто какого-то, ну, вот, иного отношения. Или все-таки общество готово, родители детей, ну, обычных детей готовы к тому, чтобы воспитать ребенка, который будет с пониманием относиться, что не все такие, как он. Вот у вас есть детки, да? Вот вы готовы к тому, что с вашими детьми, с ребенком будет учиться в классе? Ну, абсолютно, конечно. Я думаю, что это нормальная человеческая позиция. Это не про готовность. Готовность, ну, мы как-то уже перезрели, мне кажется, даже к этому, потому что мы, правда, людей с ограниченными возможностями выделяем обычно как-то, если появляются новых пять пандусов в городе, это какое-то событие. Хотя это должно быть что-то естественное, да, про заботу об участнике каждом нашей социальной жизни. Пенсионеры, дети, работающие люди, там, люди с особенными какими-то физиологическими потребностями. Это нормально, мне кажется. Более того, это развивает порог толерантности, да? Кстати говоря, да, по поводу толерантности. Если уже здесь запускается такая государственная программа, соответственно, в ногу с ней должна идти и подходящая, нужная информационная пропаганда, в хорошем смысле слова пропаганда, да? Вот эта толерантность, о которой вы сказали, увеличить порог толерантности, действительно ли получится? Или все-таки это будет испытанием и тестом, экзаменом для всего общества? Смотрите, тут интересная такая история. Вот представьте, что вы приехали на какой-то неизвестный экзотический остров, где встретились с местными аборигенами. Вы ничего про них не знаете, вы, конечно, пугаетесь их сразу, ну или как-то присматриваетесь. И пока вы с ними не познакомитесь, ну, они вполне мирные жители своего... Моя фамилия Кук. Ну да, ну, главная мысль этой метаформы в том, что долгое время, да, еще раз повторю, дети и взрослые люди с ограниченными физическими возможностями, они как будто за чертой социума, о них обычно говорят как-то отдельно, о их отдельных потребностях, о каких-то, значит, программах, но они не включены активно в социальную жизнь. Насколько это возможно? Помимо того, что это полезно для общества, да, это потенциал, это ресурс, толерантность как раз развивается в тот момент, когда есть многообразие разных форм, разных предъявлений человеческих, если они все не агрессивного характера, ну, такого не опасного, да, это наоборот расширяет кругозор. И просто самим фактом, ну, взаимодействия, контактирования, толерантность развивается, ну, то есть это логично, просто пока, ну, там, детки с ограниченными возможностями живут на этом отдельном острове, да, и как-то, ну, какие-то неизвестные, ну, можно только фантазировать про то, как это будет. А есть вот такой вариант, что эти детки не захотят остров покидать и предпочтут на нем оставаться? Я думаю, что все-таки это вопрос внутри семьи решается, ну, там, если у детей есть возможность, ну, принимать такое решение или участвовать, но это как-то вот внутри семейная такая история. А вот как объяснить родителю, вот, возможно, у нас родители такие слушают, как родителю объяснить ребенку, что вот тебе, наверное, стоит попробовать, это интересно, это ничего в этом такого нет? Я думаю, что найдутся первые самые смелые, да, или может быть те, у которых, ну, там, не знаю, ресурс и возможность, ну, есть, ну, как-то больше, да, участвовать в этом. И после того, как это заработает, как это будет работать, будет понятно, на что конкретно обращать внимание, да, в чем самый большой недостаток. Ну, разместить пандусы в школе – это не решить проблему, вы же понимаете. В процессе, я думаю, это же, ну, какое-то очень плавное такое взаимодействие новое и плавный такой процесс. И я думаю, что, ну, в какой-то момент мы с вами встретимся и обсудим результаты, которые будут, ну, как-то уже по-другому выглядеть, нежели пока на стадии, как это будет. Вот такой не очень, возможно, деликатный вопрос, но тем не менее. Вот мы видим детишек с особыми потребностями, так, и в отношении них другие дети проявляют какую-то толерантность в силу того, как они это понимают. Эта толерантность может проявляться по-разному, потому что все люди разные, так? Она может быть не всегда настоящая, она может быть какой-то приторной или искусственной, да, эта толерантность. В результате детишки с особенными потребностями не воспитают в себе ощущение, что все им должны. Но вот мир вокруг создает им условия. Я не знаю, как у вас в вашем личном опыте, но я знаю очень многих... Это вопрос. Да, да, я слышу. Я знаю очень многих людей, которые, ну, такого нормального физиологического функционирования, которые, в общем, выросли во взрослую жизнь, да, ушли с установкой, что мне все чего-то должны. То есть есть фактор воспитания, когда человеку ни в чем не отказывали, если это происходит в семье. Мы видим, что и в семье, да, ребенок... Я думаю, что это такой очень интересный вопрос. Смотрите, как можно говорить о том, что ребенок, у которого ограничены физические возможности, он тот самый счастливчик, которому ни в чем никогда не отказывали. Наверняка есть какие-то другие моменты, в которых он и сам понимает, что он что-то не может. Это дает некоторую такую компенсаторную часто, ну, какую-то историю, да, ну, вот прям такой перекос. Ну, бывает, бывает, и это бывает, ну, с каждым. Все зависит от семьи, все зависит от того, насколько этого ребенка в семье, ну, принимают как равного. Ну, условно говоря, ты не можешь вот это, да, ты ограничен в этом, но во всем остальном ты равен нам. Ну, по сути, да, там, я беспокоюсь, как мать, например, за тебя и, соответственно, ну, приглядываешь, чтобы ты как-то делал вот это и вот это, вот это, ну, с осторожностью. Но в основном ты, ну, такой ничем не отличающийся человек. Если в семье к этому ребенку относятся таким образом, ну, что, в общем, с определенного возраста, ну, нормальное функционирование семьи, да, то здорово. А есть родители, которые, ну, там, запрещают шнурки завязывать, да, в 6 лет или, там, не знаю, сходить в магазин за хлебом в 15 или в 19, да, или в 35 жениться, потому что, ну, мальчик еще не вырос. Ну, это какие-то, ну, очень общечеловеческие, на самом деле, психологические истории, да, которые реализуются очень по-разному. Да, ну, действительно, хотелось бы, чтобы все люди, все дети, тем более, были равны, и надеюсь, что мы сделаем серьезный шаг, я в это верю, даже в такое общество. Ну, как минимум, чтобы у всех были равные возможности, и каждый ими пользовался, насколько он посчитает нужным. Спасибо вам большое. Спасибо. Ольга Хайдукова, психолог, говорили об инклюзивном образовании, как оно будет внедряться, собственно, в практику. Буквально через 2 минуты новый гость, новая тема. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова